Господа, здравствуйте. Давайте начнем. Я напомню, что мы прошлый раз остановились на неприводимых многочленах. Значит, у нас есть, я напомню, кольцо многочленов от одной переменной, k — это поле, и, значит, неприводимые многочлены. Вот, а те, которые не раскладываются в произведении двух необратимых, то есть там константа, на что-то всегда можете написать, но чтобы была не константа. Вот, и теорема заключается в том, что если возьмете какой-то многочлен f и возьмете кольцо k от x, фактор по f, то вот это поле тогда и только тогда, когда f не приводит. Вот, и давайте мы это докажем. Ну, значит, мы знаем, что фактор — это кольцо. С очевидностью кольцо коммутативно-ассоциативное, потому что само k от x такое. Там есть единица, там есть ноль. Какой-то вопрос? Вот, ну а начнем проблему, что надо проверять? Да, что есть обратный, и, значит, давайте проверим, пусть у нас g от x не ноль. Значит, мы хотим найти h от x такой, что класс g на класс h равен 1. Да, то есть, во-первых, в поле не должно быть делитель нуля, но этого мало, да, необходимо, но недостаточно условия, как мы обсуждали, а достаточно это то, чтобы был обратный. Вот. Кто-нибудь, может быть, знает, почему это так? Да, скажите. Да, f не приводим, хотим найти, доказать что это поле. Да, это правильная мысль использовать линейное представление. Я напомню, что мы знаем, что k от x это евклидовое кольцо, и мы знаем, что в евклидовом кольце есть линейное представление. Давайте воспользуемся тем, что так как f не приводит кольцо. А вот, кстати, я плохо написал, а вы меня не поправили. Что я плохо написал? Что говорите? Это правильно, но это подозревается. Вот это плохо написано, да? Это неверное утверждение. То есть мы, конечно, хотим, сказать, что что-то является полем. Что такое поле? Да, это такое целостное кольцо, в котором любой ненулевой элемент обратим. Но вот многочлены сами по себе это не элементы нашего кольца. Правильно? Элементы нашего кольца это классы эквивалентности. Поэтому нам нужно брать здесь класс эквивалентности, который не равен нулю. Так бывает, что сам многочлен не равен нулю, а его класс равен нулю. Например, если возьмете многочлен f, то его класс это просто ноль. Потому что f минус 0 делится на f. И у него нельзя найти обратно, у его класса. Вот если мы возьмем такой же класс, которого не равен нулю, тогда все то, что надо. Вот, значит, f не приводим, поэтому то нот уже f равен единице. Да, конечно. Мы хотим найти h от x, да? Ну, я могу тут написать и класс, да, но что предъявить? Если я предъявлю многочлен такой, то я и предъявлю и класс. Значит, f равно единице, потому что он неприводим, ни на что не раскладывается, у него вообще никаких делителей кроме него самого нет. Я даже написал стрелочку. Ой-ой, спасибо. Да, не в ту сторону стрелочку написал. Совершенно верно. Мы из того, что f не приводим, доказываем, что это поле. Вот. Хорошо. Значит, gf равно единице, а следовательно существуют такие h и u. Такие, что h на g плюс f на u равно единице. Ну вот, а отсюда следует, что h на g минус 1 делится на f. То есть, что класс h на класс g равен единице в k от x фактор по f. Ну вот. Все. Не сложно, по-моему, для того, что мы знаем, что есть линейная представительность. Теперь давайте, как вы меня правильно укорили, давайте докажем в эту сторону. Но в эту сторону это совсем просто. Может кто-нибудь может показать… А вот, не говорите, поднимите просто руки, кто может доказать импликацию в эту сторону. А давайте тогда полминуты потратим на обдумывание. Это простой вопрос. Давайте подумаем. Чтобы было понятно, о чем речь идет. То есть что будет плохого, если у нас f приводим? То есть ты считаешь, что в ту сторону, значит, если это поле, то f не приводим. Удобнее доказывать в обратном, противопротивном, что пусть он приводим, тогда не поле. Ну, на самом деле это очень не хитро. Посмотрите, значит, пусть у нас f это f1 на f2 и степени f это больше нуля. То есть это настоящее честное разложение на два необратимых элемента. В произведении двух необратимых элементов. Тогда я возьму, перемножу классы f1 и f2. У меня получится 0 в кат x по f. Да, потому что мы знаем, что произведение их равно f. Ну, то есть это нулевой элемент. Но это беда, да, потому что у нас они оба не нулевые. Получается, что у ненулевых элементов произведение равно нулю, есть делитель нуля. Значит, не понял. То есть в кат x по f есть делительные нуля. Теорема, она не безумно сложная, но очень-очень важная. Прям очень. Ее важность, потому что заключается в следующем, объясняется следующим обстоятельством. Что, ну вот у вас есть какие-то поля, которые вы знаете, да? Скажем, поле из двух элементов, из трех элементов. Вещественные числа, рациональные числа. А вот эта теорема, она позволяет вам строить новые поля. То есть это значит, что как только у вас есть непреводимый многочлен над данным полем, то вы получаете новое поле. Это какой-то очень богатый источник полей. Но поскольку поля, они как бы являются основой для более-менее всего, да, это как бы числа, то, собственно, теорема, она везде полезна. Вот, хорошо, давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот мы с вами обсуждали, что r от x фактор по x квадрат плюс 1 изоморфно-комплексным числам. Да, и мы знаем, что комплексные числа — это поле. Но вот это лишнее подтверждение, да, x квадрат плюс 1 он неприводим. Ну, по тривиальной причине, это в многочленной степени 2. И у него нет корней. Ну, собственно, и все. Вот, давайте я еще один пример приведу. Он чем-то похож, а чем-то нет. Давайте я возьму r от x, факторизую по x квадрат минус 2. Скорее всего, пожалуйста, это будет поле? Не будет? В общем, почему? Да, это приводимый многочлен, у него есть корень. Ну, а теперь давайте я… Значит, это не поле. А вот если я возьму q от x по x квадрат минус 2, то это уже поле, потому что у x квадрат минус 2 в q нету корней. Да, и, соответственно, он неприводим. Вот. И, значит, это поле, которое можно описать следующим образом. Это еще одна иллюстрация к той теореме, которую мы в прошлый раз доказывали. А именно, значит, давайте я сначала напишу прямо, как у нас было раньше, что это a0 плюс a1 на класс x, где a0, a1 — трансональные числа. Вот. А это удобно себе представлять следующим образом. Да, что это заморф на выражение вида a0 плюс a1 корней из 2, где a0 и 1 — трансональные числа. Вот. Почему так удобно? Потому что если я хочу перемножить a0 плюс a1 корень из 2 на b0 плюс b1 корень из 2, то это прямо будет a0, b0 плюс 2a1, b1 плюс корень из 2 на a1, b0 плюс a0, b1. Да, значит, вот этот изоморфизм у меня просто элемент x переводит в элемент в корень из 2. Да, то есть я могу реализовать вот этот фактор как под поле в поле вещественных чисел. Да, я могу в вещественных числах просто взять вот такие элементы, а 0 плюс 1 корень из 2. И это будет точности реализация вот этого вот поля, о котором мы сейчас говорим. Можно еще что-то включать по вашему? Это изоморфизм. То есть вот это поле изоморфно... Ну, в данном случае давайте я изоморфизм перенесу сюда. А здесь прямо напишу равенство. Да, вот это прямо вот его элементы прямо перечисляются вот такими линейными комбинациями. Это то, что мы в прошлый раз проверяли. Да, у нас тут многочленной степени 2, поэтому здесь достаточно просто линейного выражения. Ну вот, а теперь дальше можно просто явно сказать, как мы их перемножаем, потому что мы знаем, что x умножить на x это есть 2. Да, вот прямо тут написано. Ну вот и поэтому можно прямо явно написать, что вот эти выражения, все равно что 0 плюс 1 корень из 2, где а 0 и 1 просто рациональные чиселки. Вот это удобно. Таких примеров много. Понятно, что можно здесь не 2 написать, а любой... Не корень, да? Вот. Хорошо? Конечно. Можно, нужно. Но если помните, мы договорились, что мы иногда будем себе позволять такую вольность. А именно, ну когда мы пишем k от x, да? Мы договорились, что там внутри живет поле k, да? И по-хорошему, конечно, если у нас здесь есть элемент a, то ему соответствует класс a, но поскольку как бы такое каноническое вложение, то про часть забывает и просто не пишет. Но если по-аккуратно, то да, нужно. Вот. Что еще хотел сказать? Давайте я теперь... Да, еще одно важное замечание, прежде чем перейдем два замечания. Одно замечание, одно тоже замечание. Значит, замечание следующее, что... Значит, предположим, что у меня k это fp, да? Я напомню, это поле из p-элементов z по pz, да? Кольцо вычетов по простому модулю. Вот. И f из k от x, степень f это n, f не приводит. Значит, тогда k от x фактор pf это поле из pf степени n элементов. Да, то есть эта конструкция, теорема, она позволяет строить по неприводимому многочлену степени n новое поле из pf степени n элементов, где n это степень неприводимого многочлен. То есть как только вы обнаружили неприводимый многочлен над полем из p-элементов, вы заполучили новое поле из pf степени n элементов. Вот это полезно держать в голове. Это как бы простая часть какой-то большой науки, но как бы ее начал. Совершенно верно. Вот. Заметьте, что прямо так построить без этого поле из 5 степен элементов затруднительно. То есть как бы явно предъявить, как они умножаются, как чего, это не так просто. Хорошо. И, значит, еще одно замечание. Давайте не замечание, а такое лирическое отступление. Ну мы с вами сейчас обсуждали кольцо многочленов от одной переменной, но даже в процессе этого обсуждения возникали ряд вопросов, что есть много похожих колец, но более сложных. Вот чтобы у вас примерно был горизонт, что еще бывает, давайте я приведу несколько примеров колец, которые очень похожи на k от x, но существенно от них сложнее. Значит, несколько примеров. Давайте я начну, во-первых, с очевидного обобщения, что мы можем взять кольцо многочленов от двух переменных. Да, это выражение вида сумма а и житая, x витой, y витой, по и жи больше 0. Ну, конечное выражение до какого-нибудь там n, где а и житые — это элементы из поля. Да, ну не верю меня как бы перемножать и складывать их за те же деньги, да, вы просто как бы степень перемножаете, ну раскрываете скобочки вперед. Да, это просто. Но вообще это кольцо уже существенно сложнее, и у него свойства другие, но оно не менее замечательно, чем от одной переменной. Ну и понятно, что можно себя не ограничивать ни в чем, а взять кольцо многочленов от n переменных. Да, где n произвольное число. Ну это, да, будет выражение вида сумма а и 1 и n, x1 ст. e1, xn ст. e1, и n большое по e1 и n большого 0. Это конечное выражение, да, то есть тут только конечное число, то есть это тоже многочлены, конечное число слагаемых. Давайте я тут какую-нибудь другую букву, в какую-нибудь шву, m, чтобы не путалось. Ну и здесь до кого-нибудь m. Вот. Хорошо. Значит, бывает такое. Может мы в какой-то момент еще к этому вернемся, хотя еще раз повторюсь, это более сложный объект. Давайте опять вернемся к одной переменной. Давайте рассмотрим вот такие выражения. Они обозначаются k от x в двух квадратных скобочках спереди и сзади две. Это называется редитой лора, а именно это выражение вида a0 плюс a1x плюс a2x квадрат плюс и так далее. А и ты по-прежнему из k. Основная разница в том, что я не запрещаю бесконечные суммы. Да, то есть в принципе такое выражение бесконечное. Значит я хочу сказать, что это кольцо. Ну тут, если вы этого не видели, то над этим имеет смысл безусловно задуматься, но складывать как вообще не проблема, да? Вы просто по степеням складываете, ну и все. Значит, единственный деликатный момент с перемножением, но опять же, если вы посмотрите, вот представьте себе одно такое выражение и второе, и вы начинаете раскрывать скобочки, то при каждой степени будет только конечное число слагаемых. Да, ну например, там свободный член это произведение свободных членов. Да, степень 1 можно добыть, если перемножить свободный член на степень 1 и степень 1 на свободный член. Ну и так далее. То есть их там будет много, да, но в общем ничто вам не помешает перемножить два таких выражения. Заметьте, что вот в этом вопросе уже вопрос подстановки, он очень деликатный. Да, если в многочлен можно подставить любое число, то в бесконечный ряд уже подставить любое число не получится. То есть как функция это сложная вещь, но при этом как с алгебраической точки зрения это тоже хорошее кольцо, но, естественно, более сложное. Значит, давайте я напишу, что это ряды trailer. Почему trailer? Так называется. Не знаю. Вот. Иногда называется кольцо формальных степенных рядов. Если вам trailer чем-то не нравится, то можно без него. Ага. А давайте я пример приведу. Давайте я возьму ряд 1 плюс x плюс x квадрат плюс x кубе плюс так далее. и умножу его на ряд 1 плюс 2x плюс 3x квадрат 4x кубе плюс так далее. Да, и начну раскрывать скобки. Что тут написано? Я свободный член. Это 1. Коэффициент при x. 1 на 2x плюс x на 1 плюс 3x. Коэффициент при x квадрат 3x квадрат плюс 2x квадрат плюс 1x квадрат плюс 6x квадрат. Коэффициент при x кубе 4, 7, 9, 10. То есть, видите, эти чиселки растут сильно, да? Но при этом каждый раз это конечное число операций и, соответственно, конечная сумма. Ну это так случайно. Я ничего не хотел тут сказать. Я расскажу, что что бы вы тут не написали, вы можете перемножить. Да, эти чиселки совершенно не важны. Можно тут написать, что хотите. Вот. Но в принципе, да. Вот. И, значит, еще один близкий родственник многочленов. Это называется многочлен. Это его многочлены Лорана. Значит, они обозначаются вот так вот. Да, и в сущности это просто многочлены от двух переменных, но эти переменные теперь не свободные, а связанные тем, что их произведение равно 1. Ну а можно по-простому это написать просто как а минус n x минус n плюс а минус n плюс 1 x минус n плюс 1 плюс и так далее, плюс а mt x в mt. Да, все-таки выражения, а и t по-прежнему из поля. Вот. Ну то есть я беру теперь, называется полиномы Лорана или многочлены Лорана. Ну я беру теперь просто тоже конечные линейные комбинации, но разрешаю как отрицательные степени, так и положительные. Но опять же, когда ты легко видишь это кольцо, сложить вообще не вопрос. Перемножить тоже, потому что конечное число слагаемых. Вот. Но очень полезная вещь. И, наконец, есть ряды Лорана. Обозначается вот так вот. Это такое выражение вида а минус n x минус n плюс а минус n плюс 1 x минус n плюс 1 и так далее. Но только видите, что тут и так далее до бесконечности. То есть я теперь, я говорю, что вот от формальной степенной ряды, значит, это ряды Лорана, что их тоже можно перемножать, несмотря на то, что их бесконечные, они частично отрицательные. А кто не может прокомментировать, почему их можно перемножать? Ну да, можно сказать двумя способами. Либо просто, опять же, написать два таких выражения, начать перемножать и увидеть, что при каждой степени конечность слагаемых, либо просто вынести действительно x минус n и дальше работать уже просто как с формальными степенами. Вот. Ну и давайте, чтобы, как сказать, кульминационный аккорд. А вот если я напишу вот такие выражения. Сумма i t x v t, где i просто произвольно целое число. Вот это кольцо или не кольцо? Да, вот проблема, что вот если я себе вообще все разрешу, то будет проблемка, да, потому что, ну, например, перемножить, вот я сейчас напишу сумма просто x v t, да, по i и z, умножить на, опять же, сумма x v t, по i и z. Ну, то есть я хочу посчитать у такого произведения свободный член, то это будет бесконечная сумма единиц. Да, у меня для каждого x v t, вот здесь вот, есть x минус i t здесь, и у меня так для каждого целого числа будет своя единица. То есть чтобы посчитать свободный член, получается, нужно просто положить бесконечное число единичек, а это не под силу. Вот поэтому, значит, это не определено. Ну и, в общем, это не кольцо. Да. Я прошу прощения, доска шумная. Еще раз посмотрите, пожалуйста. В смысле, обозначение вы имеете в виду или что? Наверное, будут двойные скобки, а внутри те переменные, которые вам надо. Вот. Еще вопрос. Образуйки какой-то, ну, образуйки, например, кольцо в данном деле до хлорана, если превосходно тоже не ограничено. А, так вот же они… Как раз это я и написал. Сейчас, но там вроде начинается с какой-то степени фиксирования. Самый последний пример, да? Это i, t, z, да, где i, t на i, t в x. То есть у вас, ну, вот как видите, пример там, что у вас есть сумма x и t по всем целым z, по всем целым i. Да. Тогда беда, потому что, как сказать, бесконечное число слагаемых при вычислении каждой фиксированной степени. Тоже хорошо, нормально, да. Ну, потому что, смотри, это на самом деле как бы симметричная такая ситуация, да, тоже можно. Да. В чем разница рядов и рядов? Прямо все это не видно, но… Смотрите, видите, там треточие стоит, да, вот у рядов? Да. То есть это значит, что в бесконечность, в плюс бесконечности я могу уходить неограниченно. А в минус нет. А в минус нет. То есть в минус где-то я останавливаюсь, это где я останавливаюсь, это произвольное место, оно ничем не фиксировано, но где-то я останавливаюсь. А в плюс бесконечность никаких ограничений. А это мощность, это может быть… То есть у нас обязательно с ответственности? Нет? Нет? Может быть сползить. Важно, что оно в минус бесконечность не уходит до бесконечности, а где-то останавливается. Так что у нас получается несколько примеров у нас является подножством другого? Да. Да, совершенно. То есть просто многочлены — это подножиство многочленов лорана, просто многочлены — это подножство формальных степенных рядов, а многочлены лорана — это подножиство рядов лорана. Окей. Значит, если нет тогда вопросов по тому, что мы сейчас обсудили, то давайте временно многочлены оставим, ненадолго, но, тем не менее, обсудим еще один сюжет, который связан на самом деле с многочленными и с взятием вычетов называется китайская теорема в астрактах. Да, давайте еще раз проговорим. Значит, помните, мы как говорили, что если у нас есть f в степени n, то как записываются элементы этого кольца? Что любой элемент однозначно записывается в таком виде? a0 плюс a1x плюс a n-1, x в n-1, где a, i — это элементы поля. Всего n мест, да, n слагаемых, и все определяется вот этими вот чиселками a0, a1, a1, a1. То есть для каждой из них есть p опций и таких n мест, поэтому получается p в степени. вот, хорошо, значит, китайская теорема об остатках. сокращенная кто. Давайте опять же, чтобы я примерно понимал ситуацию, поднимите просто руки, кто может сформулировать такую тягу. Хорошо, значит, мы сейчас предъявим несколько формулировок. Одну из них наверняка более-менее все слышали, видели. Давайте я прямо ее сформулирую. Вот у нас есть, значит, такая стандартная формулировка. Заключается в следующем. У нас есть n1, nk — это натуральные числа. Такие, что они попарно взаимно простые. Вот это нам дано. А еще нам даны k остатков. Значит, r1, rk — целые неотрясательные числа. 0 меньше r и t меньше n и t. Вот это наши данные. А тогда существует такое число, скажем, n большое, такое, что n большое сравнимо с r и t по модулю n и t для любого i от линейки до k. Вот это первое утверждение теоремы. А второе утверждение теоремы заключается в том, что любые два таких числа, любые n1, n2 удовлетворяющие… дайте я напишу звездочка. А, или давайте я ее прямо обзову. Это первое утверждение. Второе. Удовлетворяющие условия 1 сравнимы по модулю n1 умножить… Да, то есть утверждение 2, что вы можете найти такое число, которое имеет заданные остатки по модулю n. Это раз. А второе, что такое число, конечно, не единственное, но они контролируемые, да, это множество, то есть что любые два отличаются на кратное произведение. Вот. Ну, давайте сделаем следующее. Мы сейчас эту теорему переговорим и докажем. Вот. Переговорим в несколько более научном виде, чтобы потом этот более научный вид можно было применять к более общим ситуациям, в частности к тем же многочленам, ну и к чему-нибудь еще. Вот. Ну и заодно докажем в этом более научном виде, ну и доказательства потом будем, можно будет сюда применить. Для этого давайте я сначала введу одно понятие, значит, определение. Мы, наверное, в каком-то виде мы с вами о нем говорили, но тем не менее, пусть будет. Значит, пусть у нас k1 и k2 — это два кольца. Значит, тогда k1 умножить на k2 — это новое кольцо, которое состоит из элементов a b, таких, что a из k1. Давайте я напишу 1, a2. a1 из k1, a2 из k2. То есть как множество это просто декартовое произведение k1 и k2. Вот. А я хочу сказать, что это еще и кольцо с пакомпонентными операциями. Значит, a1, a2 плюс b1, b2 — это a1 плюс b1, a2 плюс b2. Ну и умножить то же самое. Вот. Ну то есть это как бы самое простое, что вы можете сделать, чтобы из двух данных вам колец организовать… да, как бы тут ничего не сказано. Вот. Но операция очень общая, да, и как бы вы ее можете использовать в любых колец. Ну вот сейчас мы это будем использовать. Давайте я, значит, переформулировка КТО. Значит, то, что эта формулировка будет нуждаться в некотором пояснении, но давайте я сформулирую сначала, а потом мы обсудим связь. Значит, получается следующее, что пусть нам по-прежнему даны вот эти наши числа, которые по-прежнему взаимно просты для любых имеющих же. То есть тогда имейте заморфизм колец. Следующее два кольца. Значит, z по n1 на n2 и так далее на nk z. Изоморф на произведение и от единички до k z по n и t z. Вот. Давайте я назову его φ. И φ очень конкретно определяется следующим равенством. Это φ от класса, скажем, A равен… Давайте я тут напишу один раз подробно. Класс n1 nk равен набору a n1 a nk. Значит, давайте посмотрим на то, что написано. Во-первых, обратите внимание, что никакого r, никаких r у нас нет. Что вы говорите? Изоморфизм колец, φ двуеточие… Да, φ — это отображение. То есть φ — это отображение из левой части вправо. Да, произведение от и единички до k z фактор по n и t z. Вот. И отображение встроено, что мы берем класс элемента A по модулю n1 nk и отправляем его в набор классов, соответственно, по модулю того же числа, по модулю n1, тогда лента. Вот. Значит, ну понятно, да, значит, левое кольцо. Это такое… Мы факторизуем по произведению, а справа стоит произведение маленьких колец. Это произведение, да. Ну, то есть подробно, то это z по n1, z умножить на z по n2, z и так далее на z по nkz. Да, это такое обозначение. Давайте я, может, его тоже зафиксирую. Потому что обозначение стандартное. Если вы пишете произведение, там, и от венечки до k, k it их колец, да, то это k1 на k2 и так далее на k. Да. Ну, смотрите, когда говорится изоморфизм, то, что здесь написано, это изоморфно. Да, это значит изоморфизм написано на отображение, да, но фи… Хотите, давайте стрелочку поставим. Может быть так будет чуть понятнее. Господа, во-первых, есть ли вопросы по формулировке? Хорошо, если вопросов нет, тогда у меня к вам вопрос. Поднимите просто руку, если вы можете объяснить, почему то, что написано формулировка на верхней доске, равносильно той формулировке, которая написана на нижней доске. Давайте опять же потратим минутку на то, чтобы подумать над этим. … В этом слайде. Алое… Алое… Спасибо. Значит основное что нужно понять, куда деваются вот эти r, которые есть внизу, но нет вверху. То есть я сейчас не спрашиваю про доказательства, а спрашиваю именно про почему это одно и то. Давайте я проговорю. Ну, значит смотрите, что сказано на верхней доске. Что у нас сказано на верхней доске, что вот у меня есть… Давайте я возьму… Возьмем наши φ. Да, и рассмотрим элемент r1rk из произведения и от линчки dk z по n и t. Значит каждый элемент правой части – это, собственно, набор вычетов. Каждый вычет у нас бегает от 0 до n и t минус 1. Но давайте рассмотрим произвольный элемент. Да, значит мы знаем, что существует единственный такой элемент n, класс, да, из z по n1 nk z. Такое, что φ от n – это как раз вот этот наш набор. Да, но что это означает? Да, это, собственно, означает, что… Да. Смотрите, давайте, во-первых, я на всякий случай еще напомню обозначение, чтобы не было разночтений, что an – это класс целого числа a в z по nz. Это просто обозначение, которое у нас было. Да, да, совершенно верно. То есть вот это вот я беру любое целое число и беру его остаток по модулю n1 nk. И это получается у меня вот элемент отсюда, да, то есть любой элемент отсюда – это такой остаток. Я должен сказать, куда оно перейдет. Ну вот это беру то самое a и беру его остатки по, соответственно, модулям n1 n2 nk. Да. Вот. Прямо даже написано. Вот я беру вот это кольцо произведения вычетов и беру в нем элемент. Вот у меня есть вот этот изоморфизм. Я беру элементы в правой части. Его элемент – это по определению набор элементов из каждого со множителя. Вот. Но поскольку у нас phi – это изоморфизм, то в него отображается ровно один класс из большого кольца вычетов. Вот класс какого-то элемента n. Ну вот. А это, собственно, означает, что тогда n по модулю n и того равно как раз r и того. Да, потому что phi от n, это я должен взять для каждого и остаток. Ну, n по модуле n. Да. Ну и второе утверждение, которое написано снизу, да, это то, что сравнимо. Это значит, что кроме того, если у нас класс n1 равен классу n2, то это равносильно тому, что… Да, я перестал здесь писать. Может быть, давайте я тут здесь напишу. n1, nk, n1, nk. Носильно тому, что n1 минус n2 делится на произведение n1, nk. После слова возьмем, написано слово наше. Правильно думали? Вот можно было его пустить смело. Может, оно действительно не наше, а что-нибудь другое. Хорошо. Ну, во всяком случае, значит, это научная формулировка. Она равносильно такой стандартной, да? В данном случае это, может быть, тоже есть какая-то прелесть. Ну, в том смысле, что как бы короче и эти эры не возникают. Ну, в целом так выглядит немножко более концептуально. Ну, а еще раз повторюсь, что его основная польза даже не в том, что мы здесь что-то сделали хорошее, а в том, что в этом виде оно его может сформулировать всегда. А под каким знаком? Вот здесь вот? Ну, это вот, ну, когда я пишу класс n1, я должен говорить по какому модулю. Да, значит, класс по модуле n1 nk. Если это относится не к равенству, это относится к вот этой скобочке. Н1, тогда ли nk. Еще раз, можно? Да, то есть у нас два числа. Если их классы вычетов по модуле n1 nk равны, то это в точности означает, что их разность делится на n1 nk. Вот. Спасибо. Вот. Хорошо. Давайте докажем. Опять же мы потом приведем доказательства в более общем виде, но поскольку здесь как бы ситуация более простая, то и доказательства можно предъявить более простое. Давайте этим воспользуемся. Доказательства из нескольких соображений состоит. Во-первых, первое соображение, что φ — это гомоморфизм колец. Доказательства второй формуляции. Доказательства второй формуляции. Ну, я даже не начал рассказать. Господа, поднимите руки, кто может это доказать. Маловато. Давайте тогда чуть-чуть подумаем. Это не вопрос утверждения, это вопрос определений. Давайте чуть подумаем. Давайте напомним, что гомоморфизм колец означает, что если вы сначала сложите два элемента, а потом отобразите, то это все равно, что сначала каждый из них отобразить и там сложить. Ну и то же самое с произведением. Вы можете сначала перемножить, результат отобразить. Или вы можете каждый из них сначала отобразить и потом результат перемножить. То есть грубо говоря, что операции переносятся с одного кольца на другой. Конечно. Если у нас таком-то множество, например, три операции, то гомоморфизм будет переносить все три? Да. Если он переносит только одну, то он не является. Нет? Давайте я повторюсь, что, значит, напомню, что где-то у нас тут было… Давайте вот тут напомню. Если у нас есть два кольца, K1 и K2, между ними отображение, то называйте гомоморфизмом, если FI от A, B есть FI от A на FI от B. Это FI от A плюс FI от A. Да, значит, операция на одном кольце переносится на операции на другом кольце. Ну вот, утверждается, что это тут выполнено. Но это тавтология. Собственно, тут проверять нечего, да, потому что если у нас FI есть от A плюс B, то по определению я здесь должен написать A плюс B и здесь A плюс B. Ну, а классы здесь складываются как класс A плюс класс B. Ну, результат тоже получается класс A плюс класс B. Ну, в общем, это просто так, как класс A плюс класс B по любому модулю. Да, просто мы так определяли эту операцию, да, в кольце вычетов, да, в кольце по модуле кончисла. Ну, если мы сейчас два подставим, то это как раз то, что нам надо. Вот, хорошо. Значит, тут вопросов нет. Второе соображение получается в том, что FI — это вложение или инъекция. или мономорфизм, как хотите. Да, то есть что означает? Значит, что разные элементы переходят в разные элементы. Вот. Поднять сейчас руки, кто может это проверить. Ну, скажите кто-нибудь. Скажите. Если мы возьмем достаток, который стоит в документе как правильное число, то оно будет давать достаток 0. Я доказываю, что образ неглевого остатка не может быть в номере 0. Ага. Вот. И если это невозможно, то и разности, то тогда разность двух элементов, которые так и образом будет давать немного. Ага. То есть, если это невозможно. То есть, это невозможно. То есть, это невозможно произведение. Давайте помогите господа. Господа, подденьте по-разному руки, если вам понятно то, что сейчас сказано. Окей. Давайте я коротко напишу, да, что… Что мы хотим проверить? Хотим… что если phi от n1 равно phi от n2, то n1, дайте я по-честному писать, остаток, да, то остаток, то эти элементы одинаковые. Ну вот. Ну, действительно, давайте что это значит. phi от n1 равно phi от n2. Это равносильно тому, что phi от разности равно нулю. Вот. Давайте я скобочки уберу, поскольку разность остатков — это остаток разности. Вот. Ну а это равносильно тому, что n1 минус n2 делится на n i для любого i от инички до k. Вот. А это равносильно тому, что n1 минус n2 делятся на их произведения, потому что они все попарно взаимно просты. Ну а это равносильно тому, что класс n1 минус n2 равно. Да, то есть мы сказали, что если образы совпали, то это значит, что разность делится на каждый из иных. Но поскольку иных взаимно просты, то это все равно, что разность делится на произведения, значит это нулевое статус. А вот смотрите, как у нас phi определяется. У нас phi от остатка, да? Это набор остатков. Но каждый остаток нулевой, да? Поскольку phi равно нулю. Вот этот ноль, который справа — это ноль, 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 ноль. То есть это значит, что каждый из вот этих n1 минус n2 по модулю n и t равно нулю для каждого i. А это в точности значит, что n1 минус n2 делится. Вот. Ну и последнее замечание. Теперь как закончить доказательство? Может как-нибудь скажет кто-нибудь? Да, то есть можно доказать, что это сурьекция, но это самый сложный момент. Но я хочу сказать, что здесь уже нам ничего больше делать не надо. Вот конкретно в этой ситуации. Ну вот, да, важно не только, что она конечна, а важно, что у них одинаковое количество, да, элементов. Да, вот смотрите, тут важное замечание, что количество элементов z по n1 nk z равно n1 умножить на nk c равно произведению от i равно 1 до k количество элементов z по n и t. Ну а значит, f это биекция. Это рассуждение не прокатит ни в каком более сложном случае, но здесь как бы вопросов нет. Да, здесь все очень просто. Заметьте, что здесь есть простая часть. Это доказательство того, что f это инъекция. Да, а более сложная часть то, что f это сюрреекция, мы благополучно обошли. Но это, конечно, как сказать, совсем не общий случай. Сейчас мы сформулируем теорему, когда придется доказывать всю реекцию отдельно. Вот, хорошо. Значит, давайте мы сформулируем китайские теоремы в остатках для многочленов. На самом деле то, что это для многочленов, это совершенно неважно. Теорема будет верна для произвольного евклидового кольца, но давайте, поскольку мы с многочленами общались, то для того, чтобы переход был более гладкий. Давайте мы для нее сформулируем, для многочленов, а потом будем использовать, проговорим в общем случае. Значит, в чем она заключается эта теорема? Значит, пусть у нас f1 fk многочлены одной переменной. Все как обычно. k это поле. Я надеюсь, что вот это k с этим k не будет путаться. Но чтобы не менять, давайте им так оставим. Это k красиво, а это k обычно. Потому что в общем случае это неверно. Хорошо. Значит, это многочлены и такие, что их наибольший общий делитель равен единице. То есть они все взаимно простые. Любого i меньше j. Вот. Значит тогда формулировка та же самая. Давайте я даже букву φ оставлю, что может быть не очень правильно, но я оставлю, чтобы понимать, что это то же самое φ. Значит, это отображение из k от x-фактор по f1 fk. Отображение в произведение и от и нички до k k от x по f и тому, которое переводит класс g в... дайте это напишу аккуратно. Класс g по модуле f1 fk в класс g по модуле f1 Класс g по модуле fk. Ну вот, это изоморфизм колец является изоморфизмом колец. Ну и заметьте, что в сущности формулировка ничем не отличается от вот этой. Прямо-таки один в один. И это, собственно, намек на то, что как бы это в китайских схемах об остатках это довольно общее утверждение специального отношения к целым числам или к многочленам не имеющих. Ну давайте мы докажем. Да, прежде чем доказывать, значит, обратите внимание, а может быть давайте проговорим, какой аналог вот этой вот формулировки в таком виде для многочленов. То есть как вот эту вот стандартную формулировку, как ее сказать для многочленов. Набор остатков будет как для многочленов остатки. То есть, собственно, вообще ничего не изменится, кроме того, что вот эти вот… где они? Вот эти остатки r, да? Это теперь будут многочлены, у которых степень не превосходит… строго меньше, чем степень соответствующего f. А так, в общем, тоже самое. Да. Посмотрите, это f, это отображение из кольца. В левой части, как там написано, кольцо вычетов по модулю произведения f. В кольцо, которое есть произведение колец k от x по f и тому. Да, то есть справа это тоже кольцо, как мы с вами говорили. То есть если вы берете вот каждое кольцо в отдельности, то можете взять их декартового произведения. И у вас организуется опять кольцо. Ну его элементы — это вот такие наборы. В каждом месте стоит вычет по модулю, соответственно, в первом месте f1, второй f2 и так далее по модуле fk. Я сейчас запишу замечание, которое заключается в том, что стандартная формулировка. просто мы берем r и ты, да, fk от x. Такие, что степень r и того меньше степени f и того. И ищем многочлен f из k от x. Такое, что f от x сравнимо с r и то. Давайте я тоже напишу от x. А по модулю f и то. Давайте я уберу. Вот. Хорошо. Значит теперь как устроены доказательства? В доказательстве есть опять же три пункта. Те же самые, которые у нас были до этого. Первый пункт A это проверка того, что f это гомоморфизм. Но проверять тут нечего. Как раньше было нечего, так и сейчас нечего. Это просто утверждение про то, что класс суммы это сумма классов, а класс произведения это произведение классов. Ну, просто чисто. Как вы это понимаете? Очевидное слово означает, что вы это можете проделать. Значит, если это вызывает затруднения, то я просто очень рекомендую просто написать это на бумажке. Понимаете, в математике как бы… Значит, это непонятно. Смотрите, еще раз. Слово очевидно, у него есть строгий математический смысл. Это означает, что у вас в голове где-то записано это утверждение, доказательство записано, и вы можете вот подойти к доске и из головы его вынуть и положить на доску. Прямо в режиме реального времени. То есть слово очевидно не означает, что вам кто-то сказал, что это должно быть очевидно. А это означает именно конкретную вещь, что вы можете прямо вот взять это и сделать. Поэтому если, когда я говорю, что это очевидно, это значит, что у меня в голове есть и мне кажется, что она должна быть в голове у вас. Но если это не так, то я призываю очень… Я могу сейчас это проделать, но в этом нет никакого смысла. Вот поэтому я… Если это вызывает сомнения или не вызывает ощущения, что это прямо вот как 2 плюс 2 равно 4, то я очень рекомендую посвящать тетрадочке по определению это написать. Понимаешь? Значит, давайте… То есть то, что это гоморфизм означает, что вот эта операция, которая есть здесь, она связана с той операцией, которая есть здесь. Да, и, значит, вот прямо вот поскольку у нас есть явное определение этого фи, то, в общем, это конкретно прямо проверка в одну строчку. Теперь вторая вещь – это то, что фи – это вложение. Давайте опять же небольшой социологический опрос. Поднимите просто рубки, если вы можете это проверить. Окей. Значит, давайте я… Опять же я не буду это проделывать по той простой причине, что вот это вот рассуждение, вот эти две строчки, которые тут написаны, ну, может быть, три, да, они как бы в точности повторяются для доказательства вложения в этом случае. Только надо числа заменить на многочлены. Значит, единственное… Везде просто если взять вот то, что тут написано и просто повторить добуквенно, то это будет доказательство. Потому что единственное, что нужно, то, что если у вас элементы взаимно простые, n, да, то тогда вот такое равенство, то, что n1-n2 делится на иные, равносильно тому, что n1-n2 делится на их произведение. Но это для взаимно простых элементов в любом кольце это так. Вот, а весь фокус вложен в пункт v. У нас сейчас нет никакой возможности использовать сравнение количества элементов, потому что их может быть там бесконечно и там бесконечно, да, если поле бесконечно. Поэтому надо никуда не деться от доказательства того, что f это серьезно. Вот, и тут некоторое рассуждение нужно, которое, поскольку у нас закончилось время, я сейчас делать не буду, а в следующий раз мы с этим начнем.